Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас в меню овощи-гриль. Друзья, за 5 минут получилось отличное, очень вкусное блюдо, которое приготовлено на природе и с любовью. Скоро будем пробовать. Тарелка-гриль уже готова. Еще раз напоминаю, что здесь есть обалденнейшие вот такие шашлычки из грибочков, баклажаны-гриль, острый перец на шпажках, помидорчики и, конечно же, гвоздь программы. Это вот такие маринованные шляпки, приготовленные на гриле. Я хочу сказать большое спасибо Нике Белоцерковской или Белонике. Этот рецепт я очень давно узнал от нее. А теперь я его готовлю постоянно и он мне очень нравится. Давайте пробовать. Красное сухое вино. Я начну из шашлычков. Какая красота. Птички. Шашлычки из шампиньонов на шпажках. Сами грибочки очень нежные, сочные. Из-за того, что они молоденькие, мы их слегка погрели на огне и они уже готовы. Очень хорошо слышно аромат именно дымка. То есть то, что было сделано на живом огне. И теперь, конечно же, шляпки-шампиньоны. Фаршированные моей любимой начинкой. Это очень вкусно. Внутри начиночка полностью готова. Сама шляпка сочная. Очень прекрасно оттеняет вкус смесь петрушки и мяты. А также сыр. Конечно, с пармезаном это был бы настоящий шедевр. Но и так это очень вкусно и аппетитно. Из-за того, что мы готовили на гриле, сам сырок кое-где только-только немножечко расплавился. А если бы это было в духовке, то был бы совершенно другой вкус. Но это будет абсолютно другое блюдо. Здесь есть аромат дыма, аромат мангала. И в этом есть особенная прелесть. Пробуем баклажаны гриль. Ммм. Они мягусенькие. Сама шкурочка не пригорела. Ее можно кушать и нужно кушать. В ней есть особый вкус. Вот такие золотистые. Острый перчик я пока не буду кушать, потому что у меня еще есть большие планы для дегустации. И помидорчики. Ммм. Класс. Даже без соли помидорчики имеют такой настоящий насыщенный вкус, как будто бы здесь есть соль. Очень хорошо. Я начну готовить сначала вот такие красивые, огромные шляпки шампиньоны. Шляпки я буду фаршировать своим любимым фаршем. Это смесь мяты, петрушки, чеснока, пармезана и хлебных крошек. Хлебные крошки я сейчас, прямо сейчас, сделал. Для этого я нарезал обычный белый батон. Сейчас погода ветреная и очень тепло, поэтому они на солнышке подвялились, подсушились. Я их в ступочке растер и получились вот такие обалденные крошки. Вот здесь у меня, конечно же, не пармезан. Это самый обычный, самый простой и самый дешевый сыр. Потому что пармезан я использую только тогда, когда я хочу готовить восходящий шляпки. Сейчас я просто показываю вам способ, как готовить шляпки. Поэтому сыр я уже натер, на терочке. Я высыпаюсь на хлебные крошки. Теперь самое важное, это пропорции петрушки и мяты. Я мяту использую в перечную, а именно ту, которую используют в коктейлях. Ее еще продавцы называют мохито. Конечно, такого сорта нет, но это мята совершенно другого сорта. Мы берем две части молодой, нежной петрушки и одну часть мятки. Все это хорошенечко измельчаем. Я высыпаю измельченную зелень в тарелочку. Теперь добавляю чесночок. У меня пара молоденьких зубков чеснока. Они очень ароматные и нежные. Чеснока нужно добавить столько, чтобы было только легкий намек на аромат чеснока. Он должен именно подчеркивать вкус основного блюда, а не превалировать в нем. Чесночок. Когда мы используем пармезан, он уже достаточно соленый, поэтому тогда соли можно не добавлять в начинку для шляпок. Сейчас здесь пармезана нет, поэтому я слегка поставлю вот так чуть-чуть. Черный перец. Хлебные крошки я добавляю сюда для того, чтобы именно добавить особой текстуры. это не для того, чтобы сделать блюдо сытнее или чтобы было больше продукта и накормить много голодных мужчин. Нет, это сделано для того, чтобы добавить продукту изящества и утонченности. Поэтому нужна очень тонкая грань в балансе между крошками и всеми остальными компонентами. И, конечно же, хорошее оливковое масло первого отжима. Обалденная начинка, аромат хорошего оливкового масла, зелени, чеснока почти не слышно. Теперь я беру шляпки и аккуратно выкручиваю у них ножки. Они выкручиваются, выламываются. Важен результат, чтобы шляпка осталась целая и без ножки. Я достал и шляпок и пластинки, чтобы немножко углубить сами шляпки. Все я измельчил на доске. Шляпки я солю внутри солью. Оливковое масло и маслом я смазываю шляпки внутри и снаружи. Это придаст шляпкам вкус, золотистую корочку и они будут легче воспринимать температуру. Я перемешал грибные ножки фаршиком. и наполняю шляпки. Теперь следующий рецепт. У меня есть очень маленькие шампиньончики, а также деревянные бамбуковые шпажки. Шпажки я замочил в воде и они стали мокренькими, потому что когда мы будем работать с грилем, чтобы они не загорались. отдельно в ступке я измельчил черный перец и соль. Сейчас я беру и одеваю грибочки на шпажку. Грибочки на шпажках я смазываю оливковым маслом. Теперь я солю грибочки на шпажках смесью соли и перца. Теперь следующий рецепт. У меня есть две острые перчинки. Я их тоже нанизываю на шпажку. Теперь самое приятное это конечно же баклажан. Баклажаны я готовлю по своему рецепту. Я мелко-мелко изрублю чеснок. Баклажанчик я тоже смазываю оливковым маслом. У меня осталось совсем немного смеси соли и перца, поэтому я ее высыпаю сверху на баклажаны. И для разнообразия я возьму несколько маленьких помидоров черри и тоже нанизую их на шпажки. Я смазываю вот такую импровизированную решетку маслом. Грибочки уже готовы. Кое-где даже сырочек начал плавиться. Друзья, как я уже говорил, для меня самое приятное это сделать какие-то очень вкусные блюда на вот таких простых даже примитивных приспособлениях на кирпичиках, на старой решетке гриль, которая продается в магазине и на обычных деревянных бамбуковых шпажках. Прошло буквально полторы-две минутки, грибочки, которые были самые маленькие уже готовы, я их достаю, чтобы они остались сочными. Пахнет все восхитительно, у меня просто слюнки текут, но еще кушать не время. Вот такие прекрасные блюда получаются из таких простых продуктов на обычном живом огне. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.